Звезда сериала «Просто Марии» полюбилась российским зрителям всех возрастов. В 90-е эту мыльную оперу смотрели целыми семьями, переживая за судьбу главной героини, роль которой исполнила эффектная мексиканская актриса Виктория Руфо. Однако после громкого триумфа киноиндустрия артистка неожиданно пропала из виду, но показавшись поклонникам из РФ много позже в сериале «Мачеха». И все же дебютную на российских экранах роль считают более яркой. Именно за нее Руфо до сих пор ценят зрители во всем мире. Известно, что во время съемок картины Викторию старательно гримировали, чтобы к финалу сериала она выглядела на 40 лет. Как было задумано по сюжету, она была еще совсем юной, когда ей предстояло сыграть владелицу крупной швейной компании. Пришлось немного состарить звезду, нарисовав ей морщинки. Да и сейчас Руфо выглядит просто превосходно. Все та же обаятельная улыбка, прекрасная фигура и роскошные черные локоны. Легендарной актрисе уже 61 год. В последнее время она почти не снимается. Крайний ее работ – мексиканская новелла «Амазонки». Датируется 2016 годом. Теперь звезда предпочитает больше времени уделять своей семье. А она у Виктории большая и дружная. Сын Хосе Эдуардо появился на свет в первом браке артистки. Союз был, увы, недолговечным и продлился всего 4 года. Но настоящая любовь ждала Викторию впереди. В 2001 она вышла замуж во второй раз. Ее супругом стал известный в Мексике политик Омар Фаят. От него Руфо родила двоих близнецов – дочь Виктории и сына Ануара. В соцсети она довольно часто публикует семейные снимки, называя детей главной драгоценностью в жизни. К слову, именно с рождением близняшек. Артистка начала отходить от профессии, надолго поставив на паузу съемки и отвергая предложения режиссеров. В данный момент Руфо периодически появляется на театральной сцене и считается одной из самых высокооплачиваемых актрис компании «Телемундо». Недавно старший сын актрисы поделился с поклонниками отличными новостями. Они с супругой ждут первенца. Так что скоро знаменитая просто Мария попробует себя в новой роли – заботливой бабушке. А вам нравится эта артистка? Пишите свои мысли в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok